Есть несколько методов, как попасть в Париж Они никогда вам не скажут, смотря в лицо, что они думают Скучаю, ой, по бешпармаку, по хазу Париж для меня это свобода И в конце концов вам ничего не останется, потому что очень сильное налогообложение Счастье это, когда нет войны Димаш на самом деле огромная умница Его голос, он покорил сердца всех французов Вы же понимаете, те, кто за рубежом, что мы всегда остаемся чужими Французы были бы самой лучшей нацией после казахов Есть несколько методов, как попасть в Париж Первый – это приехать учиться, постараться остаться, зацепиться, найти хороший стаж Показать свои способности и попробовать найти контракт Я думаю, что это самый лучший и честный способ Есть другой способ, второй То есть иногда, когда люди приезжают на обучение, они находят своего партнера по жизни И, как говорится, у них образовывается семья, они тоже остаются В основном, все люди, которых я знаю из Казахстана, которые переехали сюда по работе Они были уже изначально в каких-то совместных проектах казахстана-французских И у них была как бы внутренняя миграция Если вы очень мотивированы и вы знаете, в какой области вы развиваетесь Если у вас есть на самом деле огромное желание Всегда, так как мы сегодня с интернетом намного ближе Всегда можно попробовать найти контракт Только вот единственная сложность в этом Что французская компания, она должна будет найти веские основания Почему нанимают именно вас Либо вы должны быть очень хорошим специалистом в узкой сфере Либо вы должны обладать какими-то навыками, которые просто невозможно найти на рынке Либо же вам удастся и повезет, и вы найдете компанию, в которой нужен казахский язык Первый раз я во Франции оказалась как турист и безумно влюбилась в Париж И потом у меня появилась возможность приехать сюда, поучить немножко французский язык Я, в частности, закончила три месяца в Сорбоне И я подумала, почему бы не переехать и попробовать свои шансы в Париже Когда я вернулась, я поступила в другую школу языковую для того, чтобы открыть свою визу студенческую А дальше больше нашла агентство по недвижимости, которое наняло меня Естественно, мой французский язык был не на высоком уровне Мне помогло, что я говорила на английском языке уже И в обычной, в обыденной жизни мне нужно было ходить направо, налево, сделать одну бумажку, вторую бумажку Я научилась намного лучше говорить И уже, когда моя база была надежная, я поменяла сферу своей деятельности Я работаю на оператора, второго оператора во Франции по значимости Название оператора SFR И я работаю для бизнеса То есть моя задача – это поиск клиентов для того, чтобы предложить им контракты Оператор связи мобильной, интернета То есть я предлагаю контракты для фирм, чтобы они всегда были на связи Париж Ну, город, в котором я живу Город, который я люблю Вторая родина Не знаю, так можно говорить или нет Но в любом случае, вы же понимаете, те, кто за рубежом, что мы всегда остаемся чужими Среди своих, среди новых, везде Париж для меня – это свобода Ну, в том смысле, я не знаю, когда первый раз сюда приехала, я влюбилась в воздух Все говорят, очень загрязненно, очень плохо пахнет Мне очень нравится эта свобода ветерка, который колышет мои волосы В Париже нужно посетить Эйфелевую башню Тур-Эйфель, Триумфальную арку И мне очень нравится церковь Sacré-Cœur Церковь Святого Сердца Очень красивая базилика, которая стоит на холмах И вам, вашему зрению, откроется практически весь Париж, как на ладони Мне не нравится скрытое презрение Я думаю, что... Я очень сожалею перед французами, которые понимают на русском языке Они это услышат Но, может быть, это им даст желание исправиться То есть скрытое презрение, что это? Мы улыбаемся, наша улыбка лживая Все, что мы думаем, мы никогда этого не скажем Еще заметила, что это в основном только у потомков Именно коренных французских семей С большими родословными Они никогда вам не скажут, смотря в лицо, что они думают Они всегда будут относиться с каким-то... Это даже на какое-то снисходительство, что я вам сказал добрую фразу На самом деле в их головах будет абсолютно другое Ну, некоторым людям везет больше, некоторым людям везет меньше Я, слава богу, с этим столкнулась, конечно Ну как столкнулась? Я это видела В частности, по отношению к кому-то другому Очень неприятно Ты же знаешь его мнение на самом деле? А как он это будет высказывать? Я просто не могу с этим согласиться Если бы не это, французы были бы самой лучшей нацией После казахов Сложности в том, что нам всегда кажется, что говоря на английском языке Мы можем легко найти работу и легко себя реализовать, зная этот язык Здесь все не так Несмотря на то, что Франция не так далеко от Англии Очень большие сложности с английским языком И потом, когда вы устраиваетесь на работу, очень много своих специфик Потому что даже законодательство рабочее Даже те же самые кодексы по налогам Это все, это абсолютно другая система То есть, если человек мотивирован, ему надо будет не только работать, заниматься И не только совершенствоваться в своем профессионализме Ему еще придется вечерами долгими читать скрупелезно законодательство Для того, чтобы понять, какой лучше режим для себя выбрать Как лучше сэкономить на налогах, чтобы лучше развиваться в своей жизни Потому что, если вы абсолютно ничего не знаете Может получиться так, что вы работаете на кого-то И в конце концов, вам ничего не останется Потому что очень сильное налогообложение И какие еще могут быть сложности? Очень сложно, когда мы приезжаем сюда Обычно первое жилье, это жилье в аренду И вообще здесь очень огромная культура жить в аренду И, как говорится, если у вас нет гаранта местного Очень сложно найти жилье Для того, чтобы его найти, нужно, чтобы кто-то из местных дал гарантию И еще этот кто-то, он должен зарабатывать минимум в три раза больше Чем ваша арендная плата Помимо учитывать затраты еще на его расходы Вот это очень большая сложность Ну и потом, сама система страхования, например Очень тяжела была для меня сначала, чтобы понять Я никогда не понимала, как это нужно иметь какое-то социальное страхование К нему еще дополнительное страхование У нас-то все легко, мы идем в поликлинику И либо в платную, либо в бесплатную Наш выбор Здесь, если у вас нет социального страхования То даже пойдя в платную поликлинику, вы будете платить баснословные цены Например, возьмем обычное такое явление, как рождение ребенка Если у вас есть социальное страхование, и вы к тому же работаете И у вас дополнительное страхование есть Либо вы можете его, естественно, за свой счет еще обеспечить То рождение ребенка вам выйдет абсолютно ни во что Если же у вас этого страхования нет, то можно рассчитывать от 8 до 30 тысяч евро Что бы я внедрила от французов? Первое – это образование Мне очень нравится независимость практики от теории Я сама закончила БАК плюс СИС, тут это называют То есть у меня научная магистратура в Политехническом университете имени Сатпаева Ну, я вам честно скажу, несмотря на то, что я даже преподавала в университете Я точно знаю, что когда я преподавала, я пыталась донести мой опыт рабочий Но, к сожалению, у нас нет вот этой практики отправлять детей на стажи Поощрять учеников стажами Потому что здесь мы точно знаем, первый год – это, допустим, обучение традиционного после школы Даже во время школы последнего года они уже идут на практику ознакомительную Они могут выбрать неважно какую сферу, даже не в той, в которой себя видят Они просто знакомятся не с ритуалами, а вот именно с миром работы И тогда человек на самом деле уже понимает, нравится ему здесь или нет Потому что дети тоже, когда они очень бывают иногда серьезные, найдут себе какой-нибудь стаж в аптеке И потом думают, о-ля-ля, аптека – это не мое И им это дает возможность увидеть себя, как-то спроектировать в будущем Они могут уже понять, подходит ли им офисная работа Или им подходит работа больше с клиентами Потом, когда они непосредственно выбирают уже свою специализацию И у них там наступают стажи Что я считаю вообще гениальным – это то, что эти стажи могут быть еще оплачиваемы И вторая вещь, она тоже будет касаться образования Я бы очень сильно хотела, чтобы в нашу культуру образования Внедрили образование, которое совмещается с работой Здесь оно называется «Etre an alternance» И значит, мне бы очень хотелось, чтобы были бы такие компании Которые могли бы инвестировать в образование своего будущего сотрудника Позволяя ему быть неделю на обучение, неделю в этой компании И то есть, если бы мы на самом деле обратили на это большое внимание Ценности кадров не было бы Потому что какие умы учатся Вот я сама закончила тот университет Я в нем преподавала недолгое время для того, чтобы закончить его И я видела намного столько умов, столько глаз, который горит И что бы я еще внедрила в биржу труда Особенно для молодых Потому что очень сложно осознавать, что в Казахстане это мы и наш шанс Мы и наше окружение На самом деле, даст Бог, чтобы все люди были бы равными Хотя бы вот в этот период Для того, чтобы тот, который на самом деле стремится, который хочет показать Мог быть выбран по сравнению с теми Которые просто имели больше шанса родиться в лучшей семье Или в лучшем городе Очень бы хотелось бы Я еще четвертую вещь добавлю, можно? Мне очень хочется, чтобы было очень побольше меценантов То есть спонсоров Для того, чтобы можно было бы позволить организовывать движение Ездить по разным аулам По самым отдаленным уголкам Казахстана И дать возможность деткам, которые любят творить На самом деле, я же думаю, что, окей, Левитаны или Пушкины рождаются один раз в сто лет Но сколько же таких, которые рождаются И у которых не было возможности взять эту кисть, это перо И нарисовать свой шедевр Очень бы хотелось, чтобы в Казахстане богатые организации смогли организовать фонды И чтобы это было на самом деле направлено для поиска талантливых детишек Которых мы могли бы отправить учиться за рубеж Даже в Алмату ту же самую Чтобы их могли поселить достойные интернаты Чтобы они могли достойно жить и развиваться по уровню их возможности Потому что, поверьте мне, я уверена, что куча-куча детишек бы нашли свое предназначение И это было бы на самом деле самой большой миссией, которую мы могли бы сделать для их успеха Казахам среди французов это гордо нести пламя Казахстана И показывать всем, что мы есть, что мы существуем Я им начинаю рассказ с истории нашей страны И вообще это очень здорово, что я думаю, что я нахожусь сейчас здесь Потому что в любой сфере, где бы я не начала рассказывать про свои корни, про свое происхождение Люди говорят, ой, я первый раз вижу казаха И то есть такая ответственность на плечи возлагает Нужно представить свою нацию лучшим образом, чтобы они заинтересовались И до сегодняшнего момента у меня это очень хорошо удается Потому что любая встреча, и где бы я ни сказала, что я с Казахстана Люди потом пишут либо мейл, либо сообщения, что вот я потом посмотрел репортаж Я видел про Казахстан, я специально загуглил, посмотрел про Казахстан То есть это мне позволяет тоже сделать Казахстан более значимым, более доступным Кстати, когда Димаш появился во Франции, он же спел песню французскую И он у нас был на местном телевидении национальном Очень много людей заговорило о Димаше И мне абсолютно все люди, которые меня знают по работе, по личным обстоятельствам Все написали, вот у вас есть Димаш То есть Димаш на самом деле огромная умница Его голос, он покорил сердца всех французов Скучаю Ой, по бешпармаку, по хазу Здесь во Франции, конечно, есть, как это называется, мясные лавки В которых продается конина Это такая большая редкость Они в основном этого не едят Я скучаю по моим горам Я с Алматы Я очень сильно скучаю по этому виду Вот открываешь окна Если бы я видела наши белоснежные пики Это, наверное, было бы вообще просто счастью моему Предела не было бы Почему я скучаю еще? Я скучаю по своим друзьям Скучаю по семье Ну, со семьей намного проще Потому что благодаря всем нынешним приложениям Я каждый день звоню своим родителям Но это все равно не заметит настоящих объязей Это не заметит настоящих ужинов семейных Да и я скучаю по стране Каждый раз, когда я возвращаюсь в Казахстан В Алматы, в частности Я обязательно уезжаю куда-нибудь далеко в горы Снимаю прям обувь Несмотря на то, что может быть много камушков Или там сосновых иголочек Мне очень нравится ходить босиком по земле У меня такое ощущение, что я ресурсируюсь Я набираюсь силой предков Я набираюсь силой моей страны Которая дает мне дальше возможность дышать Творить и быть счастливой Счастье – это мир Счастье – это мир Счастье – это видеть солнце Счастье – это видеть небо Чистое небо Тучи – это ничего страшного Как говорят, у природы нет плохой погоды Счастье – это когда нет войны Счастье – это когда дети улыбаются И мамы спокойно уходят на работу Не думая, что что-то может произойти с ними Это вообще счастье – это когда человек В полном спокойствии В полной гармонии с собой И живет для того, чтобы творить И наслаждается своим творением Счастье – это просто быть реализованным Счастье – оно настолько многокранно Оно настолько многокранно И я считаю, чтобы быть счастливым Нужно просто этого захотеть Оно никогда не найдется где-то там за горизонтом Оно может быть только в вас Вы в Казахстане, вы во Франции Вы не важно где Я желаю казахстанцам мира, процветания И я бы очень сильно хотела передать всем людям Которых я встретила с момента своего рождения Которые повлияли в личности Вернее, в формировании моей личности Потому что что я сейчас Это мои учителя Извиняюсь, в первую очередь это мои родители Огромное спасибо за жизнь моей маме и папе За любовь Это мои учителя Это мои друзья Это люди, которым я нравлюсь Это люди, которым я не нравлюсь Потому что любой человек, который приходит в вашу жизнь Это ваш опыт И для чего-то он приходит Я всем безумно благодарна И передаю привет всему Казахстану Я вас очень люблю